Утомительный перелёт из Токио транзитом через Москву позади. Первым по трапу спускается Абдул-Рашид Садулаев. Его победа в Японии была для фанатов самой ожидаемой. К слову, главный болельщик танка – дочь Амина. Благодаря этому видео девочка завоевала сердца фанатов в соцсетях. Давай, татар! Давай, татар! Да, конечно, она смотрит, болеет, чувствуется, что поддержка есть сзади. На выходе из здания аэропорта чемпионов и призёров встречают сотни преданных любителей спорта. За выступлением наших атлетов на Олимпиаде они следили за миранием сердца, не пропуская ни одну встречу. Ещё вчера олимпийцы участвовали на Красной площади, сегодня их встречают на Малой Родине. Поддержать героев Токио приехали сотни болельщиков. Это родные и близкие представители органов власти и спортивной общественности Дагестана. Бурные овации и огромные плакаты с поздравлениями усталость компенсировал жаркий приём. Олимпийцы признаются, именно таких эмоций им не хватало в Токио. Эти люди мои родственники, все одессы ильчаны. А это не хватало, это поддержки именно там? Поддержка всегда чувствуется. Ты знаешь, что дома тебя ждут, встречают, смотрят, телевизор. Из-за этого всегда есть и будут наши болельщики. Всем спасибо, Барко, что болеют. На трибунах чуть тихо было, Барко мы непривычно. Тихо, наоборот, спокойно, хорошо было. Как на тренировке? Да. Всего семь медалей. Три золотые, два серебра и две бронзы. В ходе встречи спортсменов поздравил Сергей Меликов. Рео главы республики назвал выступление дагестанцев в Токио триумфальным. Они ещё раз доказали всему миру, что наши спортивные школы самые лучшие, самые сильные, самые стабильные. Они являются настоящими чемпионами. Далее слово взял капитан команды российских борцов Абдул Рашид Садулаев. В Токио он выиграл второе золото и стал первым дагестанцем-знаменосцем Олимпийской сборной России. Для меня было большой честью быть частью этой истории, стать знаменосцем такой сильной и мощной команды. В самолёте наш главный тренер Джамбула Тедеев сказал президенту Олимпийского комитета Станиславу Познякову, что когда я нёс флаг, весь Кавказ радовался. И я хочу отметить, что наш Кавказ, в частности мой родной Дагестан, внёс большой вклад в успех нашей сборной. Официальная часть закончилась, но никто не спешит уходить. Когда ещё удастся пожать руку и сделать фото с олимпийцами? Несмотря на количество перелётов и накопившуюся усталость, спортсменов ещё ждут приятные хлопоты. На днях они вновь отправятся в Москву, где их со всеми почестами поздравят уже в Кремле. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.